Сегодня день Пятидесятницы, и вы знаете, в день Пятидесятницы принято считать, что родилась Церковь. Этот день также называют Днём Святой Троицы, Днём Святого Духа. И в Деянии, второй главе, мы читаем о том, что происходило в тот день, и это историческое важное событие. И также в книге Деяний мы читаем о той, так называемой, Первой Церкви, или Церкви вот этих первых лет, да, когда она началась, когда Дух Святой сошёл, мы в последней песне сегодня пели, когда Дух Святой сошёл в огне, Церковь Божья родилась. Аминь. Это то, что мы читаем в книге Деяний. И я хотел бы сегодня проповедовать на тему Церковь из второй главы книги Деяний. Я верю, что это наш шаблон, это наш пример, это то, к чему нам стоит стремиться с вами, когда мы говорим, например, «Здоровая Церковь, изменяющая жизни через Христа». Я верю, что это Церковь из второй главы книги Деяний. Я слышал много различных проповедей и учений на тему второй главы книги Деяний, и некоторые относятся к ней больше как к историческому моменту и контексту того, в каких условиях Церковь родилась, и что никогда не будет повторения того, что было в книге Деяний второй главе. Но я верю, что те вещи, о которых там мы читаем и написаны, это то, к чему нам нужно возвращаться, стремиться и оценивать себя как Церковь, как верующие люди, к каким отношениям нам нужно стремиться, к какой силе нам нужно, о какой силе ревновать, к какому действию Святого Духа нам нужно стремиться, желать, молиться об этом. Кто верит, что это может быть для нас примером? Кто верит, что мы можем быть такой Церковью? Может быть, мы и являемся отчасти такой Церковью, но я верю, нам есть в чем расти. И я молюсь, чтобы эта проповедь, она не была просто, знаете, ободряющей для Церкви, она бросала вызов нам. Мне хочется, чтобы это слово, книга Деяний, вторая глава, она бросает вызов. Если мы правильно ее читаем, она бросает нам вызов. И пусть она бросает нам вызов на следующие 10 лет сегодня. Пусть она бросит нам вызов, и когда-нибудь, однажды, кто-то, зайдя в нашу Церковь, скажет, «Вау, вы такие, у вас такие отношения, вы так поклоняетесь Богу, прямо как Церковь из второй главы книги Деяний». И я верю, я думаю, что это был бы самый большой и крутой комплимент, который мы можем услышать, как его Церковь. Не просто то, какие отношения с Богом у каждого из нас, но какие отношения между нами также, потому что Церковь очень сильно заключается в том, какие отношения между нами. И давайте прочитаем. Я прочитаю несколько стихов, поскольку это большая глава, 47 стихов. Я сделаю акценты на нескольких из них. Итак, глава 2, первый стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Все они были единодушно вместе. Я уже сказал, День Пятидесятницы – это определенный день, это определенный момент во времени, в истории, когда это произошло. Но давайте поговорим или подумаем о том, а что означает все они были единодушно вместе. Это всего пять слов, и казалось бы, они такие похожие, но они что-то нам говорят. И я верю, что они говорят, они проповедуют нам о высочайшем уровне единства, который может быть в Церкви вообще. Высочайший уровень или качество единства, которое может быть в Церкви. Может ли быть такое между нами сегодня? Кто-то скажет, может быть, время изменилось, там контекст культурный изменился и так далее. Но я верю, мы можем к этому стремиться. Например, слова «все они» обозначают, что каждый из них. Уже было тогда снова 12 учеников в первой главе книги Деяний, 11 учеников, потом снова 12, и кому-то просыпаться нужно. И все они 12 были тогда. Мать Иисуса была с ними. Женщины, которые ходили за Иисусом, были с ними. Все они в тот момент, в тот день были вместе. И мне кажется, что мы живем в поколении, когда вот эта вот ценность того, что мы можем собираться вместе, она как будто пропадает. Уже с семьям так тяжело собраться вместе, собрать всех родственников и хотя бы детей. Родителей и детей. В моей семье был развод, и мы уже не сможем, скорее всего, никогда, может быть, что-то изменится, собраться вместе. И я верю, в этом есть большая сила и большая ценность, когда мы можем собираться вместе. Давайте это не игнорировать. И мы говорим такую фразу, «Без тебя церковь не была бы такой». Без тебя сегодняшнее собрание не было бы таким, какое оно есть. В вопросе поклонения, в вопросе страсти, в вопросе того, как мы жертвуем, в вопросе того, как мы относимся друг к другу. Без тебя собрание было бы не таким. Я верю, что это хорошая фраза, которую стоит иногда друг другу повторять, даже если вы первый раз пришли. Все нормально. Без вас церковь не была бы такой сегодня. Все они были вместе. Следующее слово – единодушно. Были единодушно. У них была… Я верю, у церкви есть душа. Если церковь в единственном числе, состоящей из многих из нас, у нее есть душа. И у них были одни и те же чувства, одни и те же стремления, одна и та же, возможно, жажда. Я верю, это то, что мы можем очень сильно ощущать во время поклонения. Когда мы поем какие-то строки, которые касаются наших сердец одновременно, мы можем в поклонении быть настолько единодушно вместе. Мы можем быть единодушно вместе, когда мы стремимся приобрести какую-то недвижимость для Божьей славы и для Божьих дел. Мы в этом были очень сильно вместе. И я верю, что, да, это не только про то, когда мы физически вместе, но единодушно это очень сильно поднимает планку единства. Но я верю, что благодаря Святому Духу, который в каждом из нас, мы можем быть вместе. И последнее слово – вместе. Казалось бы, уже было «все они». Но «все они» говорит о количестве, да. Иисус, например, говорит, что когда одна овечка потерялась, и у пастуха 99 для него важно найти ту одну. Для Бога важно, чтобы вся церковь иногда собиралась. И мы иногда говорим, «Ну, я, знаете, душой с вами и уехал в отпуск». И мы такие все, да, такие, «Ммм, классно». У кого-то, например, свадьба у вас была, и, может быть, кто-то вам сказал, «Я так хотел бы быть, но душой с вами, но не сегодня». И иногда мы слышим это в контексте того, когда мы приглашаем куда-то, или у нас день рождения церкви, у кого-то какие-то другие планы. И нам так важно, так хотелось бы, чтобы все они были вместе. И вот это «вместе» обозначает, что они были физически в одном месте. То есть все физически были в одном месте. И я верю, для Бога это важно. И Бог никогда не успокоится, пока люди будут жить на земле, чтобы каждый мог прийти к Отцу и быть с Ним. Бог никогда не успокоится, и нам не нужно успокаиваться, если кто-то еще из нашей семьи не с Господом. Аминь. Когда я пришел к Богу, это было много лет назад, в 2005 году, и моя мама пришла ко Христу только в 2013 году. Восемь лет она наблюдала за мной, за какими-то, возможно, изменениями во мне. Я думал, что я восемь лет молился о ней, чтобы она пришла к Господу, а может быть, восемь лет она молилась обо мне. Сначала, чтобы я перестал ходить в эту церковь, а потом, возможно, она увидела какие-то изменения. И потом, в 2013 году, в 49 лет, она молилась молитвой покаяния. Нет, она приняла водное крещение в 49 лет. Обычно мы привыкли видеть, как молодые люди принимают водное крещение. Она сделала это в 49 лет в нашей церкви. И это было так ценно и так сильно. И понадобилось какое-то время, чтобы она пришла к Богу. Но я верю, для Бога важно, чтобы все они были физически вместе. Я верю, что в этом есть большая сила, то, как Бог может действовать в нас и через нас. Я верю, в этом есть большая сила. Давайте это не игнорировать, давайте это не обесценивать. В Библии говорится, не оставляйте своего собрания. Я верю физически. И да, технологии развиваются, у нас есть социальные сети, у нас есть интернет, благодаря которому мы как будто все вместе. Но послушайте, давайте не забывать о силе того, когда мы можем собираться вместе. Я верю, в этом большая сила. Это старое доброе быть в единстве. Таким образом. И такой уровень единства, это потрясает. И дальше говорится, в четвертом стихе, я пропущу несколько стихов, второй и третий, где говорится, что Дух Святой сошел на церковь. И в четвертом говорится, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Братья-баптисты, простите меня, но мы пятидесятническая церковь, и мы верим в это, в то, что здесь говорится, и мы верим, что они начали говорить на иных языках. Я знаю, что разные люди верят по-разному конкретно, или объясняют по-разному этот стих, но важно в этом стихе, что они исполнились все. Все, кто были там, все исполнились Святого Духа. Вся церковь. Если в Ветхом Завете работало так, что Бог сходил Святым Духом на своих помазанников, которыми являлись пророки, цари или лидеры Божьей народа, то в Новом Завете все изменилось в День Пятидесятницы, потому что Дух Святой сошел на церковь. И каждый раз, когда вся церковь собирается вместе, и кто-то еще становится частью церкви, я верю, что на него тоже сходит Святой Дух. Как тогда, в День Пятидесятницы? Если на нем этого не было, это для всех, это для всей церкви. И потом, когда Петр в следующих главах книги Деяний, он проповедовал, был в одной семье, которые даже не были частью иудейского народа, они буквально были язычниками, и он проповедовал там, и Дух Святой сошел на всех людей, которые были там. На всех людей, их рабов, рабынь этих, хозяев, слуг, возможно, котов, собак. На всех, просто на всех, на всю семью, потому что они собрались как церковь, ни разу не был в церкви. И я верю, что Дух Святой для всей церкви. И я верю, что этот четвертый стих связан с первым. Поэтому я выделил первый и четвертый. Я верю, что что-то особенное происходит, когда все они единодушно в одном месте. Я верю, Дух Святой может делать удивительную работу в нас, давая нам дары Святого Духа для служения друг другу, плоды Святого Духа, которые преображают нашу жизнь, которые может давать утешение, он в Библии назван утешителем, ободрение, потому что в книге Деяний говорится неоднократно, что они получали ободрение от Святого Духа. Он дает нам силу как церкви, аминь. Он дает нам мудрость. Иисус говорил, если даже вы что-то забудете из моих слов, Дух Святой вам напомнит. Он будет нас учить. Давайте оставаться церковью, которая ревнует по тому, как Дух Святой может нас использовать. Не мы используем его, а он может нас использовать и быть с нами в партнерстве, чтобы служить другим людям в мире. И также я хотел бы еще пропустить сейчас несколько стихов, потому что там люди начали критиковать церковь за то, то, какой церковь была. И 14 стих. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме. Сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим». И далее он продолжает проповедь. И это мой любимый стих в этой главе, если честно. Я представляю вот этот момент, я представляю Петра и еще одиннадцать вместе с ним, которые сидели, и Дух Святой сошел на церковь, и в этот момент они встают. И вот знаете, как голливудские фильмы, какой-то один кадр или какая-то сцена, ради которой снимается целый фильм. Я мечтаю, чтобы кто-то снял фильм ради 14 стиха второй главы книги «Деяний». Петр, который упал ранее из-за того, что он отрекся от Иисуса, и он скорбел и плакал при каждом звучании крика петуха. И Петр, который сначала пошел по воде к Иисусу, а потом начал тонуть. Петр, который говорил Иисусу такие вещи, из-за которых Иисусу пришлось сказать «Отойди от меня, Сатана, Петру». И вот сейчас это момент, который Петр, который прошел многие-многие неприятности и сложности, и какие-то моменты давления, штормов и так далее. Это его момент, когда он поднимается и встает за что-то и ради чего-то. Я ревнуюсь, чтобы в церкви, благодаря силе Святого Духа и тому, что мы вместе, и тем отношениям, которые могут быть между нами, люди поднимались для того, чтобы быть мужьями и женами во Христе, быть родителями во Христе, быть лидерами во Христе, быть лидерами церкви, быть лидерами в обществе, стоять за Божьи вещи. Он встал, чтобы стоять за Божьи вещи, чтобы стоять за истину, чтобы стоять за праведность, чтобы стоять за тех, кому тяжело в мире. Я молюсь, чтобы среди нас поднимались такие люди. И здесь говорится, что Петр встал, и с ним еще 11 человек. Я молюсь, чтобы в нашей церкви стоял не только один пастор, а еще целая команда людей. Я молюсь, чтобы с этой командой людей поднимались еще другие люди и становились вместе с ним. Есть такой перевод Библии, Септугианта. Это перевод с 70-ти. Он полностью на греческом языке и Ветхий Новый Завет. И это слово «встав», это слово не просто подняться на ноги, когда ты сидишь. Это слово также использовано в Бытие, 6 главе, когда Бог обращается к Ною и говорит, «Я установлю с тобой Завет». И это слово также обозначает установить, утвердить и стать зрелым. Я верю, что то, что здесь говорится, это момент зрелости, момент, когда Бог утвердил этих людей в чем-то, ради кого-то, ради чего-то. И я молюсь, чтобы на наших собраниях в церкви были моменты, когда люди поднимаются ради Бога. Я знаю, на наших собраниях в России у нас нет такой культуры, когда пастор проповедует, и кто-то из женщин встает и говорит, «Аминь, пастор, проповедуй!» и аплодирует. Это где-то в других местах происходит. Я понимаю. Но пусть у нас люди встают для жизни с Богом, для благочестивой жизни, ради тех вещей, которым Бог призывает вас. Однажды я осмелился встать на свое место, но у каждого своя роль. Какая ваша роль и ради чего Бог призывает вас подняться, даже несмотря на ошибки в прошлом, подняться и стоять твердо. Аминь. Как Петр и еще 11 учеников. И далее я пропущу еще несколько стихов, где говорится, что Петр начал проповедовать и объяснять им, что люди не пьяные, люди адекватные вполне, просто на них сошел Святой Дух и исполняется пророчество, которое было в книге пророка Иоиля, что Дух Святой сойдет на людей, на сыновь и дочерей, они будут пророчествовать друг другу, они будут видеть видение. Будут не только пророки пророчествовать, а все люди друг другу. Дух Святой будет действовать, Бог будет так работать. И он это объясняет, и он проповедует, и он говорит им в конце покаяться. И 3000 человек в тот день, кроме церкви, то есть они пришли в церковь, церковь это было больше 100 человек, немножко больше 100 человек, возможно, такое собрание, как здесь, но еще пришло 3000 человек, и они покаялись, и даже в тот же день крестились, приняли водное крещение. Вау! И после этого немножко говорится о церкви. Я хотел бы прочитать этих несколько стихов, потому что церковь, они меня вдохновляют, продолжают вдохновлять. Я читал эти стихи, когда только пришел в церковь на одном из курсов основ христианской веры, я не помню, как он назывался, но нам говорили о церкви, говорили вот эти стихи 42, 43, 44, 45, 46, 47, вот такая может быть церковь, вот такой должна быть церковь. И я хотел бы сегодня напомнить нам, какой должна быть церковь. Здесь говорится в 42 стихе, и они, то есть церковь, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Они постоянно пребывали. И вот это слово «постоянно пребывали» в оригинальном тексте – это одно слово, которое означает очень крепко за что-то держаться и быть к чему-то привязанным. Еще одно из значений этого слова – как спортсмен или профессионал, занимающийся своим делом. То есть постоянно, каждый день, пытаясь в этом расти, пытаясь в этом развиваться. Вот именно так они крепко держались, в 42 стихе говорится, за четыре вещи. В оригинальном тексте там так построено предложение, что они постоянно пребывали не только в учении апостолов, а вот как бы две точки – в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. То есть можно сказать, они постоянно пребывали, они крепко держались за учение апостолов, они крепко держались или постоянно пребывали в общении, постоянно пребывали в преломлении хлеба и в молитвах. И эти четыре вещи, они так важны и для нас сегодня. Давайте убедимся, как церковь, не только я, как пастор, который ходит и проверяет, а мы там общаемся, вот там какая-то группа собирается, а они там общаются вообще? Или только просто собрались? А что там на детских собраниях? Давайте все возьмем ответственность за эти четыре вещи, чтобы быть в этом постоянно, потому что от этого зависит сила церкви. Если мы хотим быть сильной церковью, пребывали в учении апостолов. Чем является учение апостолов? Это не только проповедь пастора Воскресения. Я верю, что учение апостолов, другими словами, это Новый Завет. Это апостольские послания. Все апостольские послания, 27 книг Нового Завета были написаны различными апостолами, такими как Петр, Павел, Иоанн и другие. Это апостольские послания, и поэтому мы в Воскресении не просто проповедуем какую-то мудрость, пережитый опыт или какие-то откровения личные, мы проповедуем Божье Слово. Аминь. И Новый Завет раскрывает нам и объясняет нам, и становится ключом к пониманию Ветхого Завета. Поэтому Новый Завет должен быть всегда в основании учения церкви, и они постоянно за это держались, и нам нужно постоянно держаться за учение Нового Завета. Также они были постоянно в общении. И вот это слово «общение» – это греческое слово «кайнония». Это слово, которым описывается вот то, какой была церковь, и какие отношения у них были. И поверьте, это слово должно бросать нам вызов. То есть не совсем оно… ну то есть в общении это лишь маленькая грань слова «кайнония». Это слово обозначает общность и такой уровень взаимоотношений, где люди участвуют в жизни друг друга, помогают друг другу, когда видят нужду. В следующих стихах говорится, у них все было общее. В 44-45, по-моему, говорится, что они отдавали или продавали какие-то имения, чтобы помогать друг другу. А в 4 главе книги «Деяний» говорится, что между ними в церкви не было никого, кто нуждался бы в чем-то. Это тот уровень отношений, который был у церкви к «кайнония». И недавно я задумался, ну как у них было это? И я говорил с одним из пасторов нашей церкви, с Гарри Кларком, вы знаете все его, от него большой привет. Мы общались с ним на этой неделе, как всегда, о церкви. И я ему задал этот вопрос, говорю, Гарри, как у них были такой уровень отношений, что они, знаете, вот коннегруппа 10 человек, и кто-то один потерял работу, и 9 просто такие, а давайте мы сбросимся и просто закроем этому человеку один месяц заработной платы, пока он ищет работу. Представьте такой уровень отношений. Это не так сложно сделать десятерым, чтобы помочь одному. Это не только про те вещи, которые мы организовываем в церкви, это про наше личное участие и желание помогать друг другу и участвовать в жизни друг друга. Просто представьте такой уровень взаимоотношений в церкви. Церковь – это про взаимоотношения и Бога, который в наших взаимоотношениях. Это не только про наше личное отношение с Господом. Мы всегда говорили, да, ну, мы знаем, что экклессия, церковь – это собрание людей. Ради вот такого качества отношений. Так вот, я задал Гарри вопрос, ну, как у них были такие отношения? И Гарри говорит, ну, там же написано, что они постоянно пребывали в учении апостола. Видимо, апостолы транслировали и учили церковь такому качеству отношений, таким взаимоотношениям. И я подумал, если это делали апостолы, я должен нам напомнить. Это моя ответственность как пастора – напомнить нам, что это то, к чему призывает нас Бог. К таким отношениям, где мы участвуем настолько в жизни друг друга, что буквально чувствуем, что мы как будто одна семья. Вау. И тогда фраза «добро пожаловать домой» может приобрести совершенно другой смысл. Давайте будем таким сообществом людей. Неважно, в каких залах мы собираемся. Мы молимся о новом зале, и мы ищем новый зал. Мы действительно хотим новый зал, нам нужен больше зал. Наш кондиционер сейчас работает на минимум и на максимум. Минимум температура и максимум мощность. Но этого не хватает. И я не знаю, что будет в июле. Кто-то уедет в отпуск, поэтому будет больше воздуха. Кстати, на первом собрании было прохладнее. Так, о чем это я? Я верю, что мы можем иметь или, знаете, стремиться к таким отношениям. Далее они были постоянно в преломлении хлеба, то есть они постоянно принимали причастие. Мы также принимаем причастие. И я хотел бы просто, знаете, напомнить нам, что причастие – это не просто религиозный обряд в церкви. Причастие – это очень важное таинство, которое напоминает нам об основании. Кто в основании? Иисус Христос. И также о том, что Он простил нас. И когда мы приходим в церковь, напоминая себе, или когда мы поем в песнях «Бог простил нас», нам важно напоминать себе, что нам нужно прощать других. Поэтому каждый раз, когда мы принимаем причастие – это очень важное основание для нас. У нас есть сила прощать других, потому что Бог, зная все про нас, про нас даже наши жены и мужья не все знают, но Бог все знает. Он простил нас. Это невероятно. И также они были в молитвах. И казалось бы, вот молитва, но в первой церкви молитва была чем-то таким сильным, чем-то таким важным, чем-то, что двигало горы буквально. Давайте не оставлять молитву. Эта молитва иногда на собраниях немножко дольше, иногда немножко короче, но я верю в силу молитвы, не в ее длину, как долго она длится. Важна сила. А сила из-за того, когда мы все вместе верим в исцеление девочки, о которой мы молимся или написал кто-то в этих карточках. Я сегодня молюсь об исцелении моей дочери, у которой какое-то странное заболевание, которое мы не ожидали. Я верю, что она будет исцелена, и она будет полностью исцелена. Но я сегодня молился как никогда. Да, я верил, вот стоя на собрании, еще на первом собрании, что когда церковь будет молиться, а я стою со своей нуждой, Бог сделает чудо. Потому что в той церкви, в первой церкви, Петр был в темнице, и церковь так горячо молилась, что ангел вывел Петра из темницы. Какие бы темницы, какие бы зависимости, какие бы болезни не были у нас, давайте верить в силу молитвы церкви, нашей общей молитвы. И далее, в 45 стихе, нет, в 46 стихе говорится, «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Об этих стихах также можно много говорить. Но если перефразировать и сказать проще, когда они собирались вместе на больших собраниях, они так горячо хвалили и славили Бога, что у всех людей было ощущение единства, и что они как один, у них была одна душа. Но также, кроме больших собраний, они собирались в маленьких группах, где они без религиозной напыщенности, очень просто, с радостью в сердце делились вещами о Боге, о том, что Бог делает. И они были настолько открыты, чтобы другим людям говорить о том, что Христос любит их и с Ним можно иметь взаимоотношения, что через то, что они говорили другим, Бог постоянно приводил людей ко спасению. И я, читая эти стихи, я ревную о том, что я верю, Бог не закончил в нашей церкви свою работу. Я верю, Бог не закончил в нашем городе и в этом районе свою работу, раз мы здесь. Я верю, что когда мы собираемся вместе, когда мы собираемся небольшими группами, Бог что-то может делать в нас, и через то, когда мы говорим другим о Христе, Бог может делать удивительные вещи в жизнях других людей. Ведь мы здесь не ради только нашего блага и нашего комфорта, и того только, чтобы Бог в нашей жизни действовал, но ради других. И если, знаете, как говорят в двух словах, в трех сказать все, о чем я говорил сегодня, я бы это сказал словами один ради другого. Вот церковь второй главы книги Деяний – это один для другого, один ради другого. И это так просто. Но давайте не забывать, что да, церковь – это о Святом Духе, да, церковь – это о Христе в центре, и да, церковь – о разных каких-то вещах, которые мы можем делать, но делать их ради друг друга, один для другого. Не обижаясь друг на друга, не быть источником или переносчиком сплетен друг о друге. Прощая друг друга, любя друг друга, проявляя доброту друг к другу, проявляя милость друг к другу, проявляя щедрость ради пользы друг другу. Давайте будем ревновать, чтобы быть людьми, которые не только молятся о том, чтобы купить новый телевизор, компьютер, телефон или машину, но будем ревновать о том, чтобы быть такими христианами, которые могут подарить другому человеку телефон, компьютер, машину или телевизор, или что угодно. Просто представьте это. Я помню, сколько-то лет назад мы, Людмиле Александровне, скидывались на новый айфон. Потом мы все стали заложниками этого. Но нам нужно больше, и мы можем больше делать друг для друга. Открывая свою жизнь, делясь какими-то вещами. Я верю, через это Бог будет невероятно сильно действовать. Церковь не только о том, мы говорили с Юлей, Юля нам написала после первого собрания. Я хотел бы сказать пару вещей, где она говорит, но мы же церковь, мы уже наполнены Святым Духом. Мы не просто приходим и ждем, что Дух Святой сойдет на нас, ведь Он уже сошел 2000 лет назад. Но я верю, что когда мы практикуем доброту, щедрость друг ради друга, Дух Святой в нас пробуждается и производит невероятную работу. Невероятное изменение в нас, когда мы ради других. Давайте будем людьми, которые друг ради друга больше, чем в предыдущие 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова